Я стажер, стажер в Яндекс.Еде. Поздравляйте от себя. Спасибо. Я расскажу, как прошла моя стажировка. Можешь сюда приходить в чем хочешь, только не голый. Это главное правило Яндекса. Сегодня понедельник, и сегодня дают пельмени. Сюда обычно люди приходят поработать. А ты где поработаешь или тиктоки смотришь? Мы старые друзья. Кого вы любите больше? Меня или маму? Теперь мы не друзья. Происходят разного рода факапы. Фига. За Глеба! Какой кайфовый видос. Я это говорю с утверждением, потому что я его посмотрел. И вам советую. Для людей молодых, которые думают о том, как, например, пройти стажировку в Яндексе, это будет полезно. А для нас с вами, уже умудренных опытом, это просто интересно. Потому что показывается кухня вот этих всех процессов внутри большой компании Яндекс. И такое всегда очень любопытно смотреть. Так что реально рекомендую. Ссылка, конечно же, в описании. А я вас приветствую в рубрике Вилса Про, в которой мы обсуждаем все самое интересное из мира гаджетов. И технологий. Если вдруг вы были в вакууме, впали в какой-то анабиоз и последние несколько дней не выходили в интернет, то да, Apple разослала приглашение на презентацию 12 сентября, все случится. Уже погадали по картинке, вот так она выглядит и вроде как это новые цвета, те самые для айфонов 15 Pro. Вот. Уже заговариваю сразу с ходу. А все почему? А потому что есть вот это неприятное чувство внутри, что ну опять ничего нового. Если оно у вас присутствует, залетайте в ролик 15 фактов об айфон 15, где я рассказал самые правдивые, самые последние, самые точные, достоверные слухи о том, что же из себя будет представлять айфон 15. И да, он будет выполнен из титана, и да, будет два новых цвета. Некий синий, хрен пойми, и серый. Именно они на этой картинке вроде как и присутствуют. И вот эта вот странная форма яблока и материал вроде как тоже титан. Ну, узнаем 12 сентября. Я вас конечно же приглашаю к нам на презентацию. Чуть позже расскажу детали и обрадую сразу тем, что у нас будет оффлайн часть и у нас будет онлайн часть. И вроде как мы даже придумали, как все это совместить, что будет полноценная презентация, как вы любите, со всякими плюхами, конкурсами в лучшем виде. И оффлайн часть для тех, кто в Москве сможет прийти со мной пообщаться, насладиться атмосферой. Так что запасайтесь небольшим терпением, скоро все анонсируем и вы сможете принять участие. Будет весело. А мы с вами сегодня поговорим об играх. У нас вообще будет какой-то игровой спешл. Я знаю, что многие скажут, что ой, блин, все, вот пора вырубать. Нет, тормозите, потому что с одной стороны, сегодня 1 сентября, ребята, день знаний, с чем я вас конечно же и поздравляю. У нас большое количество ребят, которые учатся в школе, в институтах, получают второе высшее образование, любое. В общем, все, кто причастен к этому празднику, в том числе и со стороны педагогического состава, я вас поздравляю, это день для вас. Да, с детства мы его не очень любим, потому что вроде как 1 сентября заканчивается веселая жизнь и начинаются вот эти вот трудовые будни. Но мне кажется, в современных реалиях все немножко смазывается, вот и Apple нас порадовала, да. Казалось бы, это всего лишь какой-то вторник, а нихрена. Опа, 12 сентября, новые айфоны, причем там кроме айфонов будет еще много всякого прекрасного. Так что для вас там будет много полезной информации, даже если вы айфон не очень хотите менять в ближайшем будущем. Также узнаем дату релиза iOS, 17 iPadOS, 17 WatchOS 10 и всех других ОС, это замечательно. Сано мы очень ждем с ее игровыми функциями. В общем, презентация 12 сентября, это не только про айфоны, если вдруг вы не знали. Так вот, Тодд Говард, вот так он выглядит, если вдруг не знали, а это я, молодой и веселый, потому что еще тогда была конференция E3. Сейчас ее отменили нахрен, да и в принципе в Лос-Анджелес не просто попасть стало. Так вот, это руководитель Bethesda, собственно, студии, которая теперь принадлежит Microsoft, и они наконец-то выпустили Starfield. В общем, он выходит 6 сентября, но для тех, кто заплатил 36 тысяч деньги, а это я, дали ранний доступ. Соответственно, я уже скачал эти 100 гигабайт, уже поиграл, и сейчас вам расскажу свои впечатления. Также мы поговорим про Project Q от Sony, который теперь получил название и даже дату релиза и ценник, и сейчас мы узнаем, что это за вафля такая. А также мы как-то игнорировали EA FC 24, это теперь новая FIFA. Ну, несмотря на то, что это игровой спешл, у нас будет много всего интересного. И еще вам вкину всяких приколюх там про айфоны, чтобы вы совсем не, так сказать, расслаблялись. А мне остается добавить, что со мной, как всегда, моя соведущая. Валь? Да? Лето закончилось, в школу пора. Ну, вот да. Но у меня есть пара советов, как сделать так, чтобы осень прошла классно и как положено. Советов? Да, да. Вот попроси меня придумать, как хорошо провести осень. А, я понял. Ну, давай придумаем... Алиса? Давай придумаем три совета, как провести осень в городе с кайфом. Готовы придумывать. Когда надоест, скажите «хватит». Учтите, выдумки нейросети – это не мое мнение. Конечно, я могу предложить несколько советов, как провести осень в городе с удовольствием. Посетите местные парки и сады. Осень – это время, когда природа начинает менять свой цвет и красоту. Насладитесь красотами природы и сделайте красивые фотографии. Попробуйте новые рестораны и кафе. Попробуйте что-то новое и интересное. Займитесь спортом на свежем воздухе. Осень – отличное время для занятий спортом на улице. Это не только поможет вам сохранить форму, но и подарит вам много положительных эмоций. Ну, вообще по делу все. Прям вот я, честно говоря, реально в большем кайфе хожу на улицу именно осенью. Потому что летом жарко, летом хочется передвигаться от кондиционера к кондиционеру. А вот это вот ощущение уже приближающегося вот этой вот глубокой осени, вот сейчас, в начале сентября, меня лично не триггерит. Я знаю, что многие, наоборот, впадают в депрессию. Мне нравится. Я как Пушкин, который любил, соответственно, осень. И считаю, что это лучшее время года. Вот так, объективно. Вот это вот золотая, приятная. Так что не отчаиваемся, наслаждайтесь кайфами. Здорово, что 1 сентября выпало на пятницу. Так что тот, кто все-таки приуныл, сейчас, так сказать, воспрянет духом. Ну, а мы что? Смотрим заставку и начинаем. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле главный совет, который я хочу спросить у своей соведущей, звучит следующим образом. Алиса, как объяснить всем вокруг, что мне нужно два дня, чтобы поиграть в компьютерные игры? Посоветуй какой-нибудь рабочий способ. Скажите, что у вас важная встреча или мероприятие, которое требует вашего присутствия. Предложите всем сыграть в игру вместе с вами, чтобы вы могли играть в свое удовольствие. Скажите, что вы хотите провести время с друзьями и семьей, а игра это просто способ расслабиться и отдохнуть. Проблема в том, что расслабиться и отдохнуть надо от семьи в том числе. Потому что многие сейчас говорят, какой Старфилд валя, мы все проходим вторую главу Baldur's Gate 3 и нам вообще до фонаря на все. В принципе, согласен. Вообще, как будто бы Старфилд вышел прямо хлобысь и все такие, уф, блин, а мы не готовы. Потому что Тодд Говард говорит, слушай, пацан, тысяча часов есть у тебя? Есть? Ты говоришь, нет, нет. Он говорит, всем пофигу вообще, залетай. Слушайте, я поиграл на своем ультра-компьютере с RTX 4090. И забавен факт в том, что Старфилд начинается не как эпохальное космическое приключение, а на какой-то шахте, где ты спускаешься добывать минералы, потом тебя отправляют в какую-то нору, и ты там находишь, знаешь чего, RTX 4090. Герой берет ее в руки, у него случается приход, и он ловит мощные DLSS. Ну вот так я это увидел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди, давай, вот мне тут говорят, что Пушкин не любил осень. Ну-ка, Алиса, Алиса, прочитай стихотворение Пушкина про осень. Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало. Короче, становился день, Лесов таинственная сень. С печальным шумом обнажалась, Ложился на поля туман, Гусей крикливых караван, Тянулся к югу, приближалась. Довольно скучная пора, Стоял ноябрь уш у двора. Ну, ноябрь уже правда скучная. А сейчас хорошо. Так что нормально, Пушкин любил осень, все, не рассказывайте мне. Так вот о чем я? Давайте прострофил чуть позже, а начнем с железа. Потому что вы любите всякие девайсы, а именно тот самый Project Q, который анонсировали, как некое портативное решение для PlayStation 5. Теперь это все получило официальное название. И называется, чтобы я не перепутал, PlayStation Portal Remote. Стоит будет 200 баксов. И что это такое? Это, по сути, DualSense с экранчиком, который работает 3-4 часа, имеет все плюхи непосредственно DualSense, то есть и вот эти вот триггеры с обратной связью, и вибромоторчики в целом. То есть вы как будто бы играете DualSense только с экраном. И все это подключается через Wi-Fi к вашей PlayStation 5, то есть это не самостоятельная консоль, у нее нет вообще никакого, по сути, железа. Она может только подключиться и транслировать вам, значит, поток. И вроде как делает это достаточно уверенно. Хотелось бы в это верить. И, конечно, люди стали вопить в один голос, нахрен это надо, это вообще шуза вообще в шляпа, когда за эти деньги можно купить какой-нибудь Switch Lite, который во всем будет лучше, потому что это все-таки полноценная портативная консоль. Да, не самая навороченная, есть Switch OLED, есть базовый Switch старый, но все еще кайфовый. Типа, какая фигня? А я сижу и думаю, блин, это величие! Потому что куча сценариев сразу. Во-первых, конечно же, сидишь ты, играешь на телевизоре, подходят родственники, иногда есть с тобой какие-то сожители, вот эти вот неприятные, которые не дают тебе играть, значит, на телевизоре 24 на 7. И говорят, мы хотим посмотреть новую серию какого-нибудь сериала, да, на Кинопоиске. Залетают, говорят, вот там скоро выходит, кстати, знаете, Кибердеревня. Они говорят, хочу смотреть Кибердеревню. А ты не можешь оторваться от Старфилда, вообще не получается. Ты берешь вот эту хрень, ремоут, в руки и идешь играть, а люди смотрят на твоем телевизоре сериалы, никто не в обиде, потому что ты реально кайфуешь, сидя в диванчике. На, на диванчике. В диване сидеть не надо. Второй пример. Ты играешь в новую Call of Duty. У тебя катка в Warzone, очень потная. Либо какой-нибудь матч в FIFA, а тебя прижало, надо идти в туалет. Еще несколько лет назад все было окей. Ты ставил игру на паузу, либо там как-то справлялся с этим, значит, позывом. А сейчас такой потребности нет, потому что ты, опять же, берешь этот портал ремоут и идешь в туалет, и играешь там. Там главное, чтобы ноги не затекли, чтобы, так сказать, простата не выпала и прочие всякие вещи не произошли. Но это же реально великая фигня. И вы, настоящие геймеры, такие вот с остеохондрозом, или как это называется, вот с этими всеми вещами, меня поймут. Сидишь, играешь в кресле, уже и зад болит, уже и спина болит, уже все болит, но оторваться невозможно. Потому что, ну, кайфы. И я, например, в отличие от многих, играю в консоль не лежа на диване. Она стоит у меня на столе. Я играю на непосредственно мониторе. И на работе, классно, да? Я на работе играю в PlayStation 5. Прихожу домой, играю в PlayStation 5. Иду еще куда-нибудь. Везде играю в PlayStation 5. То есть для меня это абсолютно нормальный рабочий кейс. И, соответственно, сидя в кресле, все равно устаешь, да? А тут ты перешел действительно на диван или лег на кровать, или разместился еще в каком-то месте. И продолжаешь кайфовать, играть. Вот оно в чем величие. При этом вы скажете, подожди, ведь это Wi-Fi-коннектная фигня, доступная и на Android смартфонах, и на iOS смартфонах, и можно iPad подключить, и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот этот вот лишний костыль, когда тебе надо либо какой-то кредл достать. У нас, кстати, была распаковка специального сертифицированного, куда ты вставляешь iPhone. Тебя надо запустить какое-то приложение, что-то сконнектить. Эта балалайка, короче, разрядилась. Это не работает. Там что-то отвалилось. Там заново переподвижи. Я уверен, что вот это работает не очень. Потому что я лично, ну, именно Wi-Fi-историей, не пользовался ни разу. А здесь у тебя проприетарная, значит, загогулина, которая по умолчанию со всем этим работает. Вот в чем прикол. И ты, соответственно, кайфуешь от того, какая она вся из себя быстрая и ловкая. То есть, скорее всего, она у тебя постоянно лежит на зарядочке, чтобы быть всегда готовой. Выдернул проводульку. Либо они, может быть, какой-нибудь кредл выпустят. Ну, типа, для DualSense сделали. Чего бы нет. Или она вообще будет влезать в этот кредл для DualSense. Вот я думаю, что так будет происходить. И, соответственно, ее взял, тык-тык-тык-тык, понажимал кнопочкой, часик пошел спать или вернулся к телевизору. Короче, блин, я не знаю, что за кипиш. Почему вы решили, что это плохо? Вот я потому что именно такую, значит, волну комментариев и читал под анонсирующим роликом и под всеми историями, когда Sony рассказала, как же эта штука называется и что она из себя представляет. Кто-то продолжал верить, что это будет некая портативная консоль, потому что дело PSP и PSV-то живо, и мы хотим получить что-то подобное. Мне кажется, Sony могла бы сделать сегодня портативку, которая бы поддерживала игры, например, от PS4. Потому что там огромная библиотека игр, я бы с удовольствием играл во многие тайтлы. Более того, PS4 до сих пор ну нет-нет, да поддерживается. И есть современные релизы, которые выходят с поддержкой PS4 до сих пор. И можно было бы играть портативно, чего бы нет. Но походу в пайплайн текущий это все не вписывается. Мобилки, портативки сожрали непосредственно эти все консоли, потому что все играют все равно на телефонах и этих несчастных планшетах. И вот, собственно, мы пришли к тому, что портативка в текущем состоянии, вот как это было во времена PSP, просто не надо. PSV-то она уже в какой-то последний вагон залетала. Тогда активно развивались уже телефоны. Другой вопрос, что у меня есть большие претензии к Тиму Куку и команде по поводу вообще того, как непосредственно сегодня выглядят мобильные игры. Да, вот этот аркейд, который запускала Apple, абсолютная фигня и шляпа, и я сразу говорил, что это не взлетит в том виде, в котором должно. И у меня разрывает задницу от осознания следующего факта. Рынок игр сегодня намного больше, чем рынок того же кино. Понимаете? То есть, в плане развлечений игры уже давно уделывают все, что мы называем вот старым добрым словом фильм. Если самый кассовый Аватар собрал что-то порядка двух с лишним миллиардов или там по три, то сколько заработала, мать ее, GTA 5, вообще страшно представить. Там только в продаже самой игры это сотни миллионов копий, сотни миллионов. Да, конечно, она продается уже какое-то страшное количество лет, но тем не менее. То есть, Аватар тоже, знаешь, переиздавали, перевыпускали, тыры-пыры, там на DVD-шках, туда-сюда, на Blu-ray-чиках. Имеется в виду вся касса. Так вот, GTA 5, конечно, куда более кассовая штука, чем любой самый кассовый фильм. Я даже не удивлюсь, если GTA 5 в сумме заработала как топ-5 фильмов вот самых кассовых в истории. Поэтому игры сегодня генерят какие-то совершенно нездоровые цифры. И при этом у Apple фокус все равно на TV. То есть, они запустили сервис TV+, и говорят, смотрите, у нас будут свои фильмы, свои сериалы. Мы покупаем уже готовые фильмы, мы продюсируем те, которые снимают специально для нас, вкладываем какие-то баснословные деньги. Иногда в очень спорные сериалы, да, то есть, они прям вкладывают деньги, бросают их на, там, первом сезоне, как было с Шантарамом. Я смотрел Шантарама, его взяли и не продлили на второй сезон. Вы что, угораете? Ну, кого хрена? Ну, то есть, вот такие вещи. А с играми они никак туда не идут. То есть, они как-то привлекают издателей, что-то там, значит, за денежку в аркейд свой впихивают. Купите студию! Создайте студию! Сделайте игру! Потому что прямо вот совсем скоро, 12 сентября, выйдет какой-нибудь Крейг Федериги, либо еще какой-то чувак, который расскажет, мы сделали А17 Байоник! Охренительный! Там столько ядер! Только, во-первых, нейросеть фуфло, красную машинку мы так и не можем обнаружить в фотографиях. Я уже устал просто угорать с этой темы. Почему вы никак не прокачиваете эту штуку? Да, то есть, это нужно делать еще было несколько лет назад, потому что вот эти все нейроядры, приписка Байоник, где это все? Конечно, для определенных задач все это используется, я несколько иронизирую, но у меня реально разрывает задницу от того, насколько Apple сейчас проигрывает эту гонку, насколько они уступают всем, насколько Siri отстала. Да, они как-то ее там криво-косо отучили от слова привет, Siri, но только в американской версии. Да? Хей, Siri, теперь не надо говорить, надо говорить Siri, а русская, поскольку она брошена, она так и останется тупой и отзываться будет на бесконечный привет Siri, что, конечно же, ну, сводит на ноль все удобство использования. Так вот, хочется, чтобы они действительно смогли это все реализовать на процессоре мобильном и поддержать своей игрой. Помните, как они показывали Infinity Blade? Первый, второй, третий, это были кайфовые игры, как бенчмарки, которые народ качал, просто чтобы кайфануть от графония. Вы даже если сейчас посмотрите на этот несчастный Infinity Blade, он все еще хорошо выглядит. Я эту тему уже разгонял, я думаю, что мы даже сделаем отдельный ролик, потому что мне очень обидно. Но потратите 100 миллионов долларов, для мобильной игры этого достаточно. Сделайте крутую адвенчуру, какую-нибудь, часов на 10, чтобы я ее на своем новом айпеде, на своем новом айфоне сидел вот так цик-цик-цик пальцем дел и кайфовал неистого, чтобы там такая графика была, чтобы там так классно было, чтобы там использовались и лидары, и сонары, и вся хрень, которая встроена в айфон, чтобы я прям балдел. Помните, как на PS Vita в Uncharted отыграли и вот так вот на свет карту, короче, делали? Вот что я хочу, чтобы это был новый игровой мобильный экспириенс. Нихера ничего не делают, вкладывают в кинчики, а на игры забили. Почему? Потому что казуалы эти сидят и три в ряд собирают, и им вообще больше ничего не надо. Обидно, черт возьми, но мы, хардкорные геймеры, которые имеют в своем арсенале все консоли, и в том числе мобильные телефоны, конечно же, хотим, чтобы это все развивалось не только в угоду подписочек и вот этих бесконечных абсолютно лутбоксов и прочей вообще фигни, которая, конечно же, уничтожает удовольствие от игр. И очень здорово, что есть такие хардкорные компании, как LARIN, которые делают Baldur's Gate и Bethesda, которые делают Starfield. Это старый, добрый синглплеер истории. Ну, в Baldur's Gate можно играть в кооперативе, но можно и одному. И, соответственно, все запускаешь и кайфуешь, и погружаешься в дивный, удивительный мир, соответственно, космических приключений либо фэнтези-приключений. Вот, чего я хочу. Ну, и давайте, собственно, под финалочку про PlayStation Portal Remote. Забываю, название, кстати, какое-то абсолютно ублюдское. PlayStation Portal Remote. Что там с характеристиками? Значит, 8-дюймовый LCD 1080p экран, да, никакого OLED-а, LCD не самый кайфовый, но тем не менее, да, частота обновления 60 Гц, опять же, вряд ли нужно больше, потому что редкая игра на PlayStation 5 работает с частотой обновления выше 60 Гц. Конечно же, USB-C порт для зарядки, 3,5-миллиметровый разъем для подключения гарнитуры, проводной, также можно еще и подконнектить специальные наушники, их сейчас, собственно, несколько версий, есть и так называемые True Wireless, которые затычки, есть и накладные для более комфортной игры, то есть, опять же, вы должны, скорее всего, к этой самой Portal хреновине купить еще и наушники соответствующие, чтобы прям кайфовать. Ну, и стоить это будет, как я сказал, 200 долларов, либо 220 евро, кстати, хрен знает, почему в евро это еще и дороже, так классическая вообще приколюха, но потому что американская цена, видимо, идет без налога, я черт его знает, как это работает, да, они, собственно, еще с анонсом всей этой канители представили вот эти пульсы, приколюхи новые, именно наушники, ну, и отдельно стоит сказать, что Wi-Fi соединение для работы минимальное нужно 5 мегабит, это вообще забей, то есть, это очень-очень низкое соединение, и сегодня такое можно получить, ну, даже с самым простеньким роутером, причем мы говорим о соединении не в интернет туда, да, а именно внутри сети, а это вообще забей, а хорошее 15, в общем, если у вас есть нормальный роутер, к которому подключена PlayStation 5, вы автоматически, что называется, up-to-date для этой канители, и это замечательно, ну, и работает, как я сказал, около 3-4 часов, и в продаже с 15 ноября, вангую, что, скорее всего, будут проблемы, как обычно, ни хрена ничего не купишь, а может быть, наконец-то насытит рынок, потому что они в прошлом году со своим, значит, этим обновленным дуалсенсом для профессионалов пролетели мимо, значит, праздников, в этот раз ошибку исправили, и я уверен, что в Европах, Америках это будет очень-очень популярный гаджет под елочку, как раз за месяц разгонится, и к 25 декабря все будет как положено, в общем, не разделяю общий некий скепсис по поводу этой штуки, мне все понятно, куплю себе как минимум 5, едем дальше, Собственно, Starfield, смотрите, это уникальная IP от Bethesda, новая игра в новом сеттинге за последние 25 лет, это не очередной The Elder Scrolls, не очередной Fallout, и игра, которая должна была стать неким рубежом в развитии студии, и как бы мы не любили все другие франшизы, конторы, сами разработчики и люди, которые внутри непосредственно создают все эти миры, они, конечно, устают и от Fallout, и от всего остального, это для нас, игра вышла, мы такие, ваа, прикольно поиграли, и дальше пошли, а нам люди это годами делают, и как бы это круто не было, нужно переключаться, да, соответственно, чтобы мы с вами получили хорошие свитки в будущем и классный Fallout, мы должны пережить Starfield. Честно говоря, для меня все равно не очень понятна концепция игры, да, то есть с точки зрения того, как это выглядит, это Skyrim в космосе, да, либо даже, наверное, Fallout в космосе в большей степени, потому что чувствуется рука мастеров с очень странной, и, соответственно, диалоги, все это очень хреново поставлено, не анимировано, то есть это вот эти клоузапы, когда большие говорящие головы с вылупленными глазами, в принципе, к этому привыкаешь достаточно быстро, и на такие мелочи перестаешь обращать внимание, более того, главный герой не озвучен, да, и ты скажешь, что у них не было денег озвучить главного героя, а в итоге геймдизайнеры сказали, что они это сделали сознательно, чтобы ты не отождествлял себя с каким-то конкретным голосом и мог отыгрывать ту самую роль, которая тебе больше нравится. Как это принято в играх Bethesda, можете создать своего персонажа с уникальными возможностями, вводными данными и впоследствии отыгрывать что угодно. Хотите сразу сходу играть за мразь, пожалуйста, welcome. Хотите решать себя просто дипломатическим путем и уговаривать соответственно своих противников не нападать на вас или делать какие-то вещи за вас и так можно. Хотите в миле всех колбасить welcome, хотите издалека лазерным оружием, хотите огнестрельным, в общем как угодно. Добавляется еще новая механика с кораблем, с посещением планет, менеджментом ресурсов, построением собственной там какой-то то ли базы, то ли дома. В общем я поиграл всего несколько часов, поэтому не то, что долетел до New Atlantic City или как-то так он называется. В общем только-только вот стартанул. Но мне хватило для того, чтобы понять, что я в это играть не буду. Почему? Потому что во-первых это очень реально похоже на то, что я уже играл. То есть я Fallout'ы проходил все, начиная с третьего. Новые, которые уже делались под руководством Bethesda и не только, да. Мы вспоминаем New Vegas приятный. Как-то, ну вот я говорю, сеттинг странный. Ну то есть это типа человечество, там вроде какие-то артефакты и я так понимаю, что сюжет достаточно прикольный и говорят, что начинается игра как-то медленно и она правда очень странно начинается. То есть ты не такого ждешь от вот этого космополета, масштаба и прочего. То есть хочется чего-то такого, знаете, вот прям эпичного. А те прям сразу говорят, ты какой-то там шахтер, короче, забейте, там случайно выдают корабль, говорит, лети туда, вот тебе робот в напарнике, этому скажи. И вот эта вот классическая фигня, иди туда, сделай то. никакого эпика не происходит, по крайней мере в начале. Мне кажется, нужно было делать какой-то коридорный туториал, где бы тебе показывали основные фишки, очень масштабно, очень круто, чтобы ты часик прям вот вкатывался, такой, знаете, пролог мощнейший, чтобы ты вот сидел с открывшейся пачкой и такой, хочу играть дальше. Я вот прям сейчас понял, что там только по этому городу бегать, из точки А в точку Б даже с фаст тревелом просто заколебешься. Я три раза запутался, заблудился, несмотря на то, что тебе есть и стрелочки, и маркеры, и часики тебе дают, чтобы ты, соответственно, не блуждал. Ну, пока тяжело. При этом я знаю, что большие сложные RPG, это, знаете, вот это чувство, когда поначалу новые интерфейсы, новые механики, новые странные штуки. Ты сидишь такой, я не понимаю ничего, а потом погрузился, разобрался, и уже начинаешь там плавать как положено. Конечно же, Bethesda всегда делала игры, в которые надо прям вкатиться, надо прям вот прочувствовать, но нету ни времени, дальше я понял, что я вообще, к сожалению, устаю от такого сложного и масштабного. И я бы вообще не отказался поиграть в какой-нибудь Fallout-шутерок, может быть. Выходил, чтобы в свое время Fallout Tactics, да? Казалось бы, вот тебе RPG, а вот тебе тактика. Почему нет? Ну, сделайте мне Fallout-шутерок, часиков на 15, чтобы я его за 3-4 вечера прошел, и вот с таким приятным послевкусием кайфовал. Потому что в следующем году Amazon обещает нам сериал. У меня пока есть очень большие опасения, что будет не так хорошо, как я себе это нафантазировал, потому что уже есть странный опыт, да, с Властелином колец. У Amazon много денег и мало фантазии. И это печально. Поэтому, муха, ну, вот начал говорить про Amazon, муха прилетела. Ну, все понятно. В общем, ситуация тяжелейшая, поэтому, вот, ну, блин, не знаю. Поиграйте, расскажите. Я думаю, что ближе к делу, когда игра зарелизится для всех, контента будет много, и должно все работать окей. Что отмечу, вырезана игра достаточно серьезно, баги присутствуют, все равно, потому что, ну, это Bethesda, тут по-другому быть не может, но она не крашится, ничего не случается, есть странности просто, как всегда, вот эти топорные анимации местами и прочее, прочее. на 4090 60 фпс на ультрах с высинком. Я думаю, если отключить будет еще больше, в принципе, 60 фпс имею прям вообще без просадок. Отлично. Если вы скажете, ну, ты что-то хотел, на 4090 все летает. Расскажи это последнему Fallen Order, который просто вот так вот нагибал вообще все, что можно. Отвратительная мразота. В общем, Starfield, ну, вот как-то вот не зашло. С другой стороны, несмотря на то, что привыкли хейтить Electronic Arts, ребята сейчас из штанов выпрыгивают для того, чтобы порадовать старых фанатов FIFA. Как вы знаете, сама FIFA отобрала название, сказала, все, лицензии больше не будет, и теперь новая часть вот этой ежегодной доильни будет называться не FIFA 24, а EA Football Club 24, либо сокращенно EA FC 24. И я как чувствовал, что они знали о том, что у них скоро вот так все произойдет, и им нужно в 24-ю часть, потому что все-таки смена нейминга это достаточно большой этап в жизни вот этой всей серии. Они туда напихали прям много крутого, да, все еще Frostbite движок, который, когда они переходили на него, казалось, что круто. Сейчас мы понимаем, что, ну, блин, есть с ним вопросы, но докрутили освещение, стало действительно классно. Добавили новые интерфейсы, новые механики, новые приколюхи, есть всякие карьеры обновленные и прочее, прочее. И это замечательно. В режиме Ultimate Team теперь можно в команду брать женщин. Многие с этого горят, а я считаю, что это офигенное решение. Единственное, что забавно, женщины там имеют физуху и статы больше, чем топовые футболисты-мужчины, что странно, да? То есть это... Опять начал говорить про футбол, и муха прилетела. Это какая-то вот прям, ну, очень странная вещь, но это же фэнтези-футбол, по сути, поэтому ладно, хрен с ним, пускай будет. И у меня, кстати, обращение к медиалигам, да? Все мы сегодня смотрим медиафутбол в том или ином виде. Почему в наш медиафутбол, активно развивающийся, еще не берут женщин? Это был бы очень большой буст с точки зрения интереса, просмотров, а дальше, понимаешь, там не столько футбол, сколько скандалы, любовь, то сё, и у тебя уже не команда, а вообще Санта-Барбара. Идеально для медиафутбола. Поэтому, чуваки, кто за медиафутбол шарит, предложите им такую идею. Срочно надо делать. Он в Ultimate Team уже есть, давайте быстрее, чтобы во всяких Амкалах, Тудроцах и прочих, Родина и прочих медиа были женские, хотел сказать, персонажи, игроки. И тогда будет хорошо. В общем, и AFC 24 жду. Тоже, по-моему, 20 какого-то сентября выходит. Осталось уже совсем чуть-чуть. Буду играть. Хотел добыть бету, но потом решил, а, хрен с ней с бетой, времени всё равно нет ни на что. Выйдет, попробуем, поиграем. Надеюсь, что я там нормально себя подкачаю, прокачаю скилл. И в следующем Кубке Фиферов мы с вами, наконец-то, сможем выйти из швейцарской системы, надавать всем по щам. Благо, вроде как, на следующий год у меня также будет команда, что надо. Ну, а прямо сейчас, кстати, на канале Кефира, можете заценить, прошли полуфиналы, сыграли матч за третье место. И если я ничего не путаю, завтра финал. И это прикол, потому что играет Клён и Финита. Это интересные участники, потому что в одного, собственно, не верили, я имею в виду Финита. Да, у него Реал, и он молодец, но при этом у него скиллуха всё-таки не самая топовая. А Клён, киберспортсмен, чемпион, бла-бла-бла, но у него Лацио слабенькая команда. То есть это два таких вот интересных полярных игрока. Поэтому лично я очень жду. Надеюсь, всё будет в лучшем виде. Завтра узнаем победителя Кубка Фиферов 2023. А мы с вами сегодня поговорили про PlayStation, портативную, приятную, при бомбасину для PS5. Поняли, что Starfield, к сожалению, оно такое себе. И действительно ждём EA FC 24. Надеюсь, что она нас порадует. Вот такой, Vilsa Pro. Напоминаю, что 12 сентября будет презентация Apple. Мы её будем стримить, будем делать оффлайн-мероприятия. Ожидайте, собственно, анонсы в ближайшее время. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok